С тем персонажем они уже играли, и если один уйдет в бан, то будет второй. Дазл еще, кстати говоря, в пули, что тоже интересно. Для E-Home, если у них будет ДК, да впрочем и Тинни. Дазл очень неплохой саппорт здесь под эту всю историю гирокоптеровую. А потом уже тут как бы не очень смотрится, прямо скажем. Мистер Лан Ноэм что-то там вещает. Смотри, про Мипача не забыли, молодцы. Ну что же, третий. Хускара можно и подотдать здесь, мне кажется. Против гирокоптера он хорош, конечно, но Хускар подкантривает. Да ну, Хускара не хочет отдавать. Кстати, вот у Хускара какой винре я сейчас выясню. Вот у него хороший винре, про там 7 месяцев. Конечно, там с Минески с ним повыигрывали. Не поверишь, 85 вообще одну игру такую проиграл. Ну, ДК, бан я, собственно, потому что читал. Вот четвертый бан у OG после ДК. Они все время банили... Кого? Кого-то банили, но сейчас можно Тинни забанить. Если, конечно, сами не хотят. Они банили ДК Вайпера. А, да-да-да. В прошлом не Вайпер, потому что Вайпер был в пике. Но... Не-нет, в первый. Да, Хускара все-таки убирают. В первой мапе как раз на вторую стадию банов они ДК и Вайпер убрали. Да, ну, вот... Тинни-Тинни. А чё, а чё? Ну, чё-то мне подсказывает, что если E-Home... Если сейчас OG не забанят Тинни и не возьмут Тинни, то E-Home возьмут Тинни и Дазла. Прям как вижу эти пики. Мораста. Тинни-Дазл или Тинни-Рубик, что-то такое, мне кажется. Ну да, или Рубик, тоже может быть ничего. Ну, Дазл хорош, просто с Герокоптером, с Тинни... Можно взять Тинни-Дазл, Рубик. Можно. Ничего не мешает. В общем-то, да. Неплохой будет расклад. Но первый пик OG, и они могут что-то из этого забрать. Позволить себе роскошь. Ну, например. Ну, впрочем, Слардар всё так же и есть. Так им ничего из этого и не заходит особо. Кому? OG? OG, да. Тинни, Дазл, Рубик. Ну, Тинни могут всё равно взять они. Но Виверну. Но берут пока Виверну. А, комбо 3500, давно не виделись. Ага. И Баунти Хантер для E-Home. Станов нету фиксации, кроме ульты и Виверны. И чтобы всё на скорости это делать, всё будет неплохо. Я заметил, как только видят зомби против себя E-Home, они уже знают, что делать. Баунти Хантер. Угу. Бегает по разным линиям, наводит шорох в этот персонаж. Да, да. Зомби за ним не успевают гоняться. В драке тоже удобнее намного от зомбиков убегать из-под тамбы, позиции менять. Ну и Undine, конечно, действительно не самый мобильный герой. Такой. Slowpoke. Ну что, остались коры? А, ну вот он, лантер. Вот он, раз. Так Тинни. Нет? Так Тинни, да. Так Тинни, вот не страшно лантера так пикать, когда есть Тинни. В принципе, Ember Spirit. Когда Ember есть, да. Да, и... Вполне возможно, что они возьмут его Ember Spirit с герокоптером. Ну, на их месте... Плюс-минус неплохо работает. На их месте я бы больше на Тинни смотрел. Ну, не знаю. Ну, либо этот, либо этот. Что один, что другой хороший. Хотя... Тинни, конечно, не самый стабильный. Ну, он же могут задавить, если будет Ember. А вот если у Тинни, то есть чем отбиваться. Намного тяжелее задавить, да. Потому что он прыгает и просто кого-нибудь... Ну, это вообще шейкер. Ну, это шейкер. И нужно кого-то забанить одного из этих персонажей как раз угодно. Да что-то вообще непонятное сейчас в Уиде Хом, потому что у них куча милишных саппортов. Три милишника, два из них саппорта. Да. Шейкер и Флейн? Скорее всего. Все это против зомби и Дазла. Мне не совсем. О, против зомби и Дарксира. Не, ну смотри. Возможно, идея в том, что остается и Тинни, и Эмбер. И они хотят одного или другого взять в мидл просто. И все. И как бы у них будет геркоптер-шейкер на легкой, бандиткатор бегает, то Скарф сложный, а Тинни или Эмбер в миде. Я же говорю, меня больше интересует, что они будут делать против Дарксира-зомби. Вот этой своей сворой милишной. Непонятно пока. Посмотрим, что сделают. Набрасываться. И погибать. В принципе, они так умеют. Набрасываться и убивать. Иногда погибать. Ну вот, как раз таки. Очевидный банк, который мы предсказывали. Очевидный. Забавная ситуация будет, если Эмбера заберут OG сейчас. Вот этим пиком. Почему нет? Потому что им никто уже ничего не может сделать. Кто-то стоит на миде на халяву. На Тейл пойдет спокойно на кэри лансере. А в мид пойдет Мириком на Эмбер. Да там хватает. Там есть еще и ВР. А, там Пларка есть. Там Пларка. Дело не в том, что там хватает. Дело в том, что Эмбер как бы не помешал. Иначе с лансером не очень понятно, что делать. А Эмбер как бы может быть взят просто OG. Но опять-таки, на практике Шейкера плюс Гирокоптера хватает, на самом деле, тоже против лансера. Ну, в общем, да. Если Шейкер с Даггером. А если это будет суппорт Шейкер, так как Eleven у нас супер задран на таске, то Даггера мы можем не увидеть очень долго. Ты видел первую игру? Саппорты под треками сколько имели? Это да. Но киллов может и не быть. Но все равно, мне кажется, если сейчас вот возьмут здесь Эмбера OG, то это будет очень мощный у них пик. Если киллов не будет, то с Баунти Хантером вам в принципе нечего делать. Потому что этот герой без киллов не имеет смысла абсолютно. Тогда неважно, какой у вас пик, собственно. Ну, давай, ребятня. А у Ихонов там не так много выбора, что есть ВР, есть Темпларк. И здесь играть не очень хочется. Но я бы не хотел. Против Флансера, да. Против Флансера, против Виверны, против Даксиры. Там целая куча, да. А ВР-ка, ну... Тоже против Виверны не особо хочется. Опять это ВР-ка. Опять против Виверны, опять против Флансера. А Лина? А ВР-ка игроков не особо работают. Ну, Лина более-менее. Лина, да. Лина, наверное, не самый плохой вариант здесь был бы для Ехо. Но сначала нужно увидеть, что же все-таки возьмут себе OG. Может, они сами Лину возьмут сейчас. Может, сами возьмут Лину, может быть, возьмут какого-то еще Кэри. Я видел, как и в Миде, ноутейл играл на вот это. Это Вайпер. Вайпер. Вайперут сильного. Такой танк мощный, кажется. Ну, Лин не очень против Вайпер, насколько я понимаю, стоять. Да нет. Против Вайпера Шейкера? Лина Шейкер против Вайпера могут связать спокойно. Там хватает помощников. Если убить его раз, то потом можно убить его и два, и три. Стоять-то стоит. Да, это, собственно, Лина. Стоять-то стоит. Такой вопрос, что все-таки не самая стабильная. Лина Шейкер придет играть полностью на Гирокоптера. Все будет зависеть от Лина, наоборот, в этой игре. Как у нее игра пойдет, так и пойдет игра у команды Хоум. Третья, решающая, самая последняя карта сегодняшнего игрового дня. ЕХоум против OG начинается прямо сейчас. Затушили наших аналитиков. Ну, я вот не знаю, я вот найду вот этих вот ребят за такое вот неуважение. Да, третья решающая карта OG против ЕХоум. Каковы твои ставки? По пику? Ну, больше на ЕХоум. Нравится иметь, ребята. Ну, я очень думаю, что OG. Ну, это отлично. Да, 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 да. Я просто, видите, вот иллюзии, потом вторые иллюзии. Первый от Драксира, второй от Лансера. И есть Шейкер, который, если, не дай Бог, покупает блинг и немножечко одевается, то он здесь убивает вообще все. Так, как и сказал Иван, это и правда третья решающая карта и последняя на сегодня. Стартует она прямо сейчас. ЕХоум, OG, перед нашими глазами. Значит, у ЕХоум, Олд Элевен будет играть на Тускари, Шейкер в исполнении Ланема, Герокоптер, Сетивай, Лина, Олд Чикен и на Баунти Хантер КК. И команда OG, Флай, играет на суппорт Андайенги, Крид, Винтер Виверна, Миракл будет керрить на Вайпере, Мунминдер, Дарксир и Нотейл забирает Фантом Лансера. Вот такие расклады, такие расклады. Я только недавно обнаружил, что у OG, у пяти героев есть только один стан, это ульт Винтер Верны. И где-то в углу рыдает Эмбер Спирит, который бы так хотел ворваться, чтобы прыгать по врагам. Ну да, на самом деле, довольно-таки грамотно все прочли по пику. Вот этот выбор Лины, по сути, напрашивался, и все же взяли ЕХоумы этого персонажа с суппортингом какого-то Шейкера. В принципе, против Вайпера Лина стоит вполне себе хорошо, за счет своего ранжа, скиллов. Но вот сейчас очень многое зависит от того, как сыграет зомби в начале игры. Довольно-таки необычный лайнап мы с вами видим. Это Дарксир в легкой линии против Таска. И то ли Дабла, то ли будущая Трипла в виде Лансера, Виверны и Зомбаря. У нас здесь стоит еще один Сентришник, который не видно. Так вот, грамотно все сделали. И при любых раскладах этот спаун пойти должен быть заблочен. Ставится еще один Сентри. И надо съедать. Да, сразу съели. И вот интересная линия получается по итогу-то у нас. Но Тейл отправляется Фантом Лансером в Харду. А сможет ли он отстоять? И тогда, кстати, в чем плюс того, что они Трипл свои отправили в Харду? В том, что Олд Чикину никто не поможет. Они здесь с Мираклом один на один будут стоять. Шейкер Ретис может подключаться. Либо будут проседать. Баунти Хантер может подключиться. Нападают на Сетивайю. Вот чем это и чревато. Подключился Баунти Хантер, а что Сетивайю? Есть хелпа в виде фиссуры и этого хватает. Перемещается Баунти Хантер на Центр. И похоже на то, что хотели развести на Центре. Но, как мы можем видеть, ОДЖ очень много Центре накупили. То есть, мало того, что они раздевают дали весь низ, при этом еще стоит Центре на миде. И Баунти Хантеру пока вообще некуда бежать. Кака? Давай-давай, вардишки. Вардишки покупай. Нужно себя как-то найти по игре. Нужно брать Центричники, ломать их у оппонента. И как-то приносить пользу. Хотя Центричник очень грамотный. То есть, он будет при любых раскладах давать вижн. Олдчикен уже Миракл наваливает очень больно. Солянова. Ну, кстати, тут, по-моему, помощи не особо-то и надо. Я смотрю, Лина справляется вполне с этим вайпером раз на раз. Сласка от Миракла. Уша потрачена. Олдчикену надо до ботла дожить. Сейчас можно попробовать подрезать Курьера, но Баунти Хантер уже в позиции. Ждет он, ждет вот момента, чтобы можно было Курьера забрать. Но такое ощущение, что Миракл все прекрасно понимает. Лансер внизу на фрифарме. Нападает на Лина. Так он пошел, да, да, пошел заплевывать. Фисурка есть на развороте. Вкатывается в Миракла. Пара тысяча буквально и есть фирсблат. В четвером. В четвером. В четвером не страшно. Очень много ресурсов потратили. То есть даже несмотря на то, что ребята забрали фирсблат, но в целом ситуация какая. Вот по голде мы видим разницу в 200. Лина на меде стоит без маны и без хп. Вот еще флай погнал ее через тамбур. Ну да, вот то, чтобы она отошла подальше. И возвращается вайпер стоит фулловый. То есть пока у Джи в целом вообще все замечательно на линиях. Лансер фрифармит. Просто лансер на фрифарме. Боже мой, где это видно в начале. В фарде стоит и фрифарм, да. Да. Дарксинер на легкой линии. Гирокоптер для него не проблема. Гирокоптеры оттеснили в топ. Это не есть хорошо, естественно. Ну и вайпер на меде также хорошо стоит против Лины. Все три линии выиграны. В баунти срочно нужно делать ответный выход. Хоть где-то. Ну-ка. Идут ему с N3. Вот, наконец-то самое время, чтобы можно было начинать доминировать. Подходит он на центр. У вайпера есть там гусик. Вот сейчас нужно среагировать. Не успевая среагировать Миракл. И Баунти Хантер теперь заставляет Миракла бояться. Захватил территорию. Все-таки захватил. Ну, из плюсов то, что сетевая все же нашел себе лайн, где может фармить. И, в принципе, Мун Миндер не особо против подобного, потому что он тоже фармит пока. Баунти Хантер здесь будет нагнетать обстановку для Миракла. На самом деле, вот эта тычка... Джинаде там уже есть. Да. Тычка с Джинаде плюс РПО Фьеном. Лина спокойно подходит. У вайпера и так, да? Ему спит даже с тапком 335. Это очень маленький показатель. Очень маленький показатель. Сейчас опасный момент. Пол Чикен пушит линию и Баунти Хантер уже в позицию. Также перетягивается сюда еще и Шейкер может помочь с фиссурой. Но увидели зомбаря, который также хочет оказать помощь для Миракла. И Ихомой идут на другие линии. На Элевана нападение. Продамаживают достаточно неплохо. Так, а вот теперь уже довольно интересно. Потому что можно, в принципе, на развороте. Таким, как я последний тычка. Есть фраг. Оу. Оу. Для Тускара это было крайне неожиданно. Не задумывался он над тем, что могут его и убить. Кулдаун-то у копья маленький. А маны хватило на два. Так вот. Так вот. И Миракл демонстрирует уровень. Пока три героя с легкостью расправляются с тем же таском в этот момент. Миракл вообще стоит в миде и не двигается с линии. Он просто не двигается. То есть вот стоит Лина, которая... Вовсю старается добивать своих крипов и не пушить. Чтобы вайперу ничего не доставалось. И у Уолчикина начинается такое легкое доминирование на миде. По крипстату вырывается. Ну-ка. Миракл фиссура. Миракл фиссура. Фиссура. Ну такая. Не угадал Мин Ланем с перемещением вайпера. Кто-то у Лина скоро Лагуна Блейд появится. И будет конечно проблематично. Флай подошел, поставил в центре, чтобы не обходили... Ну старается дать преимущество. Старается дать преимущество для Уолчикина. Все-таки все мы прекрасно знаем то, что если Лина получит быстро свой левел и может там... Стополющийся, очень стополющийся герой. Да, какой-то герой будут для себя собрать, а тогда ты находишь любого героя, поднимаешь его вверх и через танчик забираешь. Если же так получится, что вайперу позволят набрать уровень, он там сделает для себя быструю меку ПТ и Лина не будет забирать его с прокаста, то тогда все существенно меняется. И один герой уже не умирает и... Да оба персонажа довольно-таки сноуболищие. Вайпер захватывает преимущество с ним потом непонятно что делать, потому что это кусок огромного мяса толстого, который еще и дамажит и замедляет сильно. А Лина это просто подруга, которая будет тебя ваншотить за секунду. То есть вот оба персонажа очень-очень такие сильные. И вот пока... Стопи, стопи, поймали. Есть чем заблочить и убивают. Отгородили, убили. Довольно просто. Ну вот нашли первую уязвимую цель. Выбрал меньший из двух зол таск. Это место, чтобы стоять снизу и получать там плюхи от фантом лайсера, которая стоит на полном фрифарме. И ты ему никак не мешаешь. Хорошо. Все-таки дал хороший минус сверху. И произошла чудесная ротация. Баунти Хантеру позволяет набирать экспиренс. Сетевая тоже остается пока на фрифарме. Давайте, наверное, на нетворса переключимся. Ну да, вот эти вот хождения гирокоптера по карте немножечко сказались. Но вот этот фраг, он на самом деле его вернул в игру. Теперь практически не отстает от своего визави. От лансера. Две восемьсот восемь сто одного. Две восемьсот тридцати другого. Дасты. Кака подстрял. Надо его забирать. Есть фраг. По двумя аншелами сгорает просто моментально. Дасты и Дарксиру окупаются. Ну, Молминдер пошел по стопам Олд Левена. То есть, в принципе, сделал тот же мув. Хорошо получилось то, что не было вардов. И можно сейчас спокойно забрать товар. Здесь тебе никто ничего не сделает. Старается. Как-то попробует забрать вайпера в миде. Подходит зомбар. Нужно подсевить. Дается тамба. И Олд Чикен пожалел ультимейт. Ему это аукнется. Да. Но на самом деле он, может быть, даже и не пожалел ультимейт. Он хотел дать Драгон Слэйв и ульту сверху. Но не хватило рэнджи, чтобы дать ульту. На Драгон Слэйв у него получилось. Но вот с ультой как-то не пошло. И это неприятненький момент, когда ты нападаешь, еще и умираешь. Так, но все-таки Миракл. Ай, да ну ладно. Миракл заговоренный. Да. Это стопроцентный фраг был в первый раз. По сути, если бы Лина дала Лагуну Блейд, по-моему, она и правда его добивала. А второй раз, но тут если бы заблочили, он также умирал. Но нет. Он жив. По поводу Лины. Всегда давать Лагуну первым. Потому что рэндж Лагуны, он меньше, чем рэндж Драгон Слэйв. Слэйв ты сразу попадаешь потом. А вот по поводу гирокоптера. Того самого китайского, который врывается на вайпера. Довольно-таки неординарная ситуация. Ну, Миракл, знаешь, как в папчике. То есть, когда у тебя там 8к, ну, допустим, да, ты играешь на 8к, попадаешь там, где-то там, где у всех по 4. Но бывает та, что тебя разбрасывает. Первое, что знают игроки, так, парни, надо убивать этого парня. И как бы шутки шутками, но уже пять героев команды Ехом успели сместиться на центр. И вайпер по-прежнему не дается. Кака дает разведку. Так, Эйншелл вешается. Кака сразу убегает. Теперь понимает Монт, что здесь все не так просто. Фиссура. Подгородили его. Ставится стенка перед смертью. Но эта стенка мало. Принесет, разве что сейчас Нотелл попытается что-либо сделать. Верлус панч. Олд Элеван. Олд Элеван. Закидывает эти шарды. Через 3 секунды. 2, 1. Но все-таки не успевает он дожить до этого самого кулдауна. Погибает. Ты посмотри, кстати, на иллюзию шейкер. Какая она бешеная. Она без этого. Без фиссуры. Такая вроде спина у шейкера. Мощная вот эта мужская спина. Посмотри сейчас, как они гармонично смоются вместе с Линой. Мужчина нашел себе женщину. Вот. Так, это довольно интересная ситуация. Мун прилетел. Получает сразу кулдаун. Рокет Бережи. Миракла замедлила. Со вторых ракет это очень жесткое замедление. И как мы говорили уже вайпер достаточно медлен сам по себе. Рокет Бережи. Мун контролит ситуацию. Сетюай тоже. Закатывается. Есть Валрус панч. И должен по идее прикончить. Но ты посмотри, как хорошо реагирует. Колдом Брейсом и сейвит. Олт-11. Олт-11 погиб. И его агрессия вышла боком. Хорошее, конечно, было... Хорошее было подключение от Крита. Грамотно подсейвил. И в итоге получился еще сделать фраг. Почти шестой левел у Винтера Верны. Крит вообще себя очень хорошо показывает на этом интернешнале. Везде, вовремя. Отличная микро. Грамотные позиции выбирает. Прям молодец. Особенно вот его Рубик запомнился очень жестко. Да и его виз тоже ничего. Парень на этом герое что-то может. Он, в принципе, много может. Ну, он хорош, да. То есть именно тот пацан, который начал практиковать себе стиль суппорта. И, как мы видим, играет он просто феноменально. То есть бывает такое то, что ты как на кэре герои, когда ты играешь. Да ладно, ребята, я на этом суппорте. Сейчас спокойно отыграю. Там всего лишь пару кнопочек нужно нажать. Но вот этот парень делает просто феноменальные вещи. И очень здорово исполняет. Делаются без такие ехомы. Понятное дело для гирокоптера. Ну вот пока для ехомов игра такова, что нужно было дождаться уровня на Баунти Хантере. Все-таки довольно-таки огромная разница. Это киллы под треками, киллы без треков. И вот сейчас он его получил для себя. Оформляет себе еще арканбутсы. Теперь с маной проблем совсем никаких не будет. Теперь можно постараться пойти и кого-то начать убивать. И какие-то выгодные размены начинать делать. Вот первая вылазка уже идет. В смоке по вражескому лесу гирокоптер Таск видит крита, видит Миракла. У Миракла есть мека довольно-таки. Толстая цель и спалить смоганг. Все, теперь просто отойти. С зомбарем пока драться еще рано. Смолки на смолки у нас по итогу получаются. И кто кого все-таки поймает во всей вот этой вот смоковой разделенной войне. Песурка подцепила Флая. Винтерс Кёс на Чикина. Полчили его сразу забрать. Но хотя бы Dragon Slave дать. Вагу на Блэйд откидывает. Откидывает полный проказ, но все-таки погибает. Погибает Флай. Сетивай в гуще событий под жестким фокусом. Сетивай дерется на мужика до последнего. Погибает Сетивай. Крит под треком. КК гонится за ним. Продлевает трек. Трек также на Miracle. КК под достами. Убить его не удается. Eleven отошел. Ну и получается у нас два в два размен. Но потеряли двух коров. Яхоумы. Ну такое себе. Но в целом по Галде мы едим неплохо все-таки. 616 на 578. Но в целом были разделены. То есть когда напали Лину. Когда дали огромные прокасты. И она почти моментально упала. Гирокоптер только-только с Тасиком прибегали на помощь. И ну могли, я уверен, наверняка получше подраться. Да, чуть-чуть не успели. А еще вот Shaker бы что уровень получить? Что-то мы не смотрели на него. Это очень интересная ситуация. Darkseer не стал доделывать мекку. При том, что ему хватало на рецепт. Потому что Viper уже имеет мекку. И как это бывает в команде G Gaming. Две мекки, две кирасы. А, я понял, понял, понял. Да, да. Мы могли наблюдать. Поэтому сейчас скорее всего Darkseer у нас будет лепить себе пайп. Ну и может быть какой-нибудь Crimson Guard сделает там. Как я его знаю. Ну, вообще сам по себе баклер вполне неплохо. Его можно даже активировать вместе с мекказмом. Они стакаются. Вот эти вот ауры армора, когда ты тыкаешь. Ну, так что нормально. Баф, точнее, от армора. Так, EOG. У них мекка есть, у Яхомов нету. Яхомы пока немножечко проседают по артефактам. То есть тут особо ничего нет. Разве что гирокоптер имеет там какую-то яшу. Но на этом все. И можно попробовать продолжать зомбака реализовывать. То есть мало того, что здесь есть зомбарь, здесь есть довольно-таки брутальная комбинация. Так, гирокоптер пошел пугать. Говорят, это мои лица. Не смейте сюда. Но он оттелл, да, он оттелл не обламывается. Забежал и в соло большую часть команды прогнал. Мидиа откидываются. Кто-то треком, кто-то шардами, еще и шурикенчики. Но Мирикла постоянно фокусит чем-то. Ну, это то, что нужно делать для Яхомов. Просто кидать в них с пылы и ни в коем случае не подходить. Правда, ушел Чики на нижнюю линию. Может быть, сейчас у них это сделать не получится. Но в целом тут хороший сетап. То есть и шарды тусика, и фиссуры шейкера, и баунти-хантер начинает дамажить фактически всех. И на месте OG можно было бы попробовать решить смок-атаку, раз уж не получается пробить у нас под центр. Но OG сильно торопиться тоже не стоит. У них же все-таки фантом-ланцер. Не, ну ланцер мы видим боевой. Если бы это был тот ланцер, как Ember Spirit, он бы фармил себе травела, потом там еще какие-то артефакты. Тогда да. Но вот сейчас довольно-таки неплохой боевой арсенал. Это ПТ-шечка Яша, 1300 хп у него. Есть Тики, и он может побороться даже с гирокоптером, у которого... Я не спорю. Не спорю, да. Боевой потенциал у него хороший. Но и фарм потенциал тоже вполне нормальный. Тем более, что там все-таки эти треки. Даже если ты одинаково размениваешься, то из-за треков все же Яхоумы будут вырываться вперед. И, может быть, повейдить хотя бы чуть-чуть файты имеет смысл, учитывая, что Яхоумы вообще от Миракла не отстают, и тупо все, что есть, всаживают именно в него. Но вот сейчас они уже приелись. Приелись к тому, что Миракла здесь охраняет. Это зомби Винтер Верна два невероятных сейва. То есть один захиливает, второй захиливает при этом еще... Сейчас будут вкатываться в Муна. Есть трек, вешается сразу. Нужен Шурикен. Шурикен залетел. И под Сивили все-таки Мун Минтера. Пролетает сюда Нотейл. Ответная реакция на Олд Элевена. Элевен погибает. Кака под фокусом. Ставится стенд Тришник. Залетает Копье. И минус Кака. Дабл килл оформляет Нотейл. Отличное подключение. Отличная контр-инициация. Приводит к восьми сотням голды плюс. И у противника выбили 180 примерно. Так вот, он не успел это говорить. Раз уж у них не получается пробить мид, то они сейчас стараются найти для себя другие цели. То есть в первую очередь загангать. Но вот Дарксир это, наверное, последняя цель, которую здесь стоит фокусить. Потому что он слишком толстоват. Гирокоптер в топе занимает довольно интересную позицию. К нему подтягивается Шейкер. Килдаун пошел. Но Нотейл, по-моему, не тот, кого можно так вот легко поймать. Нет ракетки. Можно даже еще и погрызаться на развороте. Тут подтягиваются, подтягиваются бойцы. Что там у Шейкера, кстати? У него 900 голды. Такими темпами. Так, 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 забегает, забегает. Фиссурочка. Столбул забегает. Это Хаслэм. Много, много, очень много дэмэджа. Живет пока до Доппельгангера. Две секунды. Одна. Есть Доппельгангер. Прыгает. Но Шейкер очень грамотно его здесь подцепил. Пару секунд буквально до Фиссуры. Трек вешается. Есть копье кинет для перед смертью. Фиссурка. Ну где же Мека? Мека в кулдауне. Да ладно. И Фиссура в итоге не закидывается. Добивает его все-таки с флакеном. Шурикен залетает на вайпера. Мека была в КД. Мека была в КД. Где-то он ее уже успел потратить. Два в один размен. Йохоу, мы хорошо подрались. Отличный размен. Ланэм, батя. Две тысячи четыреста. Господи, как же они много подняли. Трек киллы. Истрики. Да, и график, ты посмотри. График практически вертикально поднимается вверх. Просто вот вертикально вот так вот резко. На. И полетел. Вот они начинают пользоваться. Начинают пользоваться той слабостью, которая есть у OG. И первое, что можно наблюдать, это у тебя нету станов. То есть начинают сплититься по всей карте. Это герокоптер в наглую пушит вверх. Один герой в наглую пушит вниз. И каким-то образом OG надо, ну, умудриться их переформить. И что страшнее всего еще при этом не погибнуть. От баунти-хантера, который дает надшибательную разведку по противнику. Конечно, хотелось бы попробовать запушить, когда у тебя, ну, такая печальная ситуация на карте. Но им этого Йохоу тоже не позволяет. И остается, походу, ну, последнее, что вообще имеется, это просто фармить кучкой. Раз уж вот такие расклады у нас. Ну, и пока фармят. Ну, там еще стаки делают. Правда, не самого лучшего крипа, по-моему. Выбрали для стаков. Выбрали вот эту вот штуку, которая замедляется. Она, типа, замедляет, это не очень круто. Не, ну, с другой стороны, если придут замес... Кстати, она не замедляет големов, у которых мунтит магия. А, ну, тогда, окей. Тут за место будет хороший юнит, который, как вот, ледяные стрелы дров рейнджер будет работать. Тоже нормально. Так, и ехомы. Ехомы обнагрели совсем. Вдвоем начинает пушить тавер снизу. Стоит зомбарь, и нужно как-то попробовать подцепить. Подцепить, возможно, винтер верны, но винтер верны сверху. Подходит, Дарксир. Что они здесь вдвоем сделать, пока не ясно, потому что тавер упал, и все аккуратно убежали. Ну, смоки, прожимаю. Слишком вяло сейчас, да, играют. А графики, я смотрю, там вообще, да? Ну, да, да, потихонечку. Тут уже тупо перпендикуляр такой нарисовался. Выше фарм потенциал, намного выше фарм потенциал. То есть вот этот гирокоптер, у которого сейчас Яша, Фойзы и Доминатор, он будет очень сильно по нотворцу отрываться. Он будет в разы больше набивать голды, чем тот же вайпер, у которого у мека. И Яша. И нужно у Джи как-то, я не знаю, придумать что-то с этим, иначе удача на этот ворс увеличиваться. Хочется с Яша уже на гирокоптере. Да. Сио только что, он ее буквально приобрел. За фармил эншентов. Теперь будет поплотнее. Так, вот лансер сделал диффуза, и весь намек, видимо, на то, что сейчас можно попробовать совершить смок-атаку. И да, да, ребята решили пойти. Есть еще пайп на Дарксире. В целом, довольно-таки хорошая комбинация айтемов у нас здесь появилась. И сейчас самое главное Винтер Верну пустить вперед. Гирокоптер обнаглел. Это Сетивай. И... И... Винтер Сков смеется, сразу же вешается, стенку не жалеет, вакуум сверху, залетает копье в спину и Сетивай благополучно отправляется в тавер. Да. Очень хорошую вывозку провели. Ланэму нужен даггер. Как можно скорее. Да, вот ему помогает здесь. Левон засидывает шарды в крипов, чтобы тот добил фиссурой. 600 голды просто на ровном месте, при том, что это вражеские керри. При том, что он будет не фармить еще следующий мид. Да, да, да. То есть плюсов очень много. Нельзя ни в коем случае вот так вот, будучи керри персонажем, загуливать. Ни в коем случае так нельзя загуливать. И пока гирокоптера нет, самое время попробовать мид попрессовать. Все-таки без него могут Ехомы не решиться идти воевать и начинают рубить леса. Эх, был бы сейчас шекер с даггером, конечно, он бы им объяснил, что такое с толпой вот такой стоять в куче. Тавр быстро падает, в баунде вешает на всех треки. Тавр забрали и очень глубоко драться без гирокоптера. Очень глубоко драться без гирокоптера, нужно отдавать Тасика. И Тасик это сам понимает. Тускар здесь точно отпускать не собирается, но также попытается взять Ланем. Ланем дает проказ, дэмэджа практически не заезжает. Кулдаун от гирокоптера, стоит Тамба, подзамедлили CTY, но он уже далековато. Хотя, хотя, есть пуржи, замедлили, вайпер наваливает и в наглую нападает Нотелл. Буквально последнюю тычку, закинет ли копье? Вижена не хватает, копье в итоге не закидывает. Шекер не зря бойбегнулся от офисура, по сути, спасла его Керри, который без этого уже один раз нафидел. Ну, знаешь такое, соу-соу. Это было самое неадекватное действие со стороны E-Home. Это просто пойти и попробовать задонать тавер. Других причин я не знаю, зачем Тусик вообще к этому таверу подошел. Ну, отдали бы Тусика, но Тусик это же не самый как бы... И к тому, что если вы хотите драться и рассчитывать на поддержку гирокоптера, то тогда выгоднее драться, когда у вас есть тавер. И когда есть гирокоптер. Ну, то есть, когда у тебя есть тавер, ты начнешь драться, тавер начнет тебе помогать. Гирокоптер сможет ТПшнуться на этот тавер очень быстро и тогда у вас все получится. Но идти в драку, когда у вас уже упал тавер и вы здесь четвером, а врагу в пять, это подарок, за счет которого OG могут их доказать. И Шейкер, который почти дофармил свой даггер, сейчас вынужден опять его пытаться фармить. Сетевая плевать, конечно, на то, что у него нет даггера. И, как бы, он, естественно, фармит свои айтемы. Поэтому Ланему фармить этот ключевой шмот будет крайне тяжело. А OG пошли дальше? Очередная смука атака на Штасика. Видели его на варде, сейчас, кстати, очень много вообще выигрывает этот вард. И отдавать его нужно, потому что, ну блин, ну окей, тускар, мекка у него есть, больше от него пока ничего не нужно. Но время выигрывает, то есть можно побегать туда-сюда, получить ультимейт или вакуум. Да, вот вакуум разыграно нормально. И пока его забирали, гирокоптер пушит вниз. Всего лишь 500 голды заработали. Вот если это же моктауэр, будет хорошо. Появится пространство. Вообще старается, но можно и принять, кстати. Улетел на мид вайпер, тп у него нет. Также улетел зомби, тут только один нотейл, которого можно хорошенько влетать. И уже в позиции шейкер с Линой и решили этого лансера отогнать. Возвращаются. Продолжаем фармить. Вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, но рано или поздно у OG может что-то появиться такое хорошее. То есть там есть к чему стремиться. То есть всегда может появиться какой-то блин кекс на Дарксирии. И тогда можно будет противника убивать. Можно там паковать вайперов тараску и так далее. И вообще будет пофиг, ты будешь спокойно этого разобирать. И OG к этому так уверенно стремятся. Все-таки 3000 натворца за ними. Да, но для 23-й минуты, для 24-й это совсем не деньги. Все мы это понимаем. Ну да, небольшое преимущество конечно есть. Но учитывая, что у них вайпер и лансер, то как-то я ожидал, что E-Home будут поагрессивнее с гирокоптера или наиграть. Но они боятся. Пока что да. Пока что агрессивно. Агрессия обычно пресекается просто от отжим. Они вот нападали тогда, прилетел нотейл, убил двоих. Да, третий смок. Третий смок в итоге от Винтер Верны. Решили вообще все смоки реализовать. Вот сейчас этот смок несет довольно-таки сильный характер. Появляется Санджи Яша на вайпере. Также есть диффуза и Яша на лансере. Точнее Санджи Яша на вайпере и Саша Яша на лансере. И можно попробовать дать минус. Постараться кого забрать или решили сделать немножко другую фишечку. Просто напасть на Рошана с тамбой и зомбаря. Ничего не видит E-Home. То есть проверили один вард, проверили второй вард. Вообще ничего не нашли. И агрессивный стиль, точнее защитный стиль E-Home, пока играет на руку для OG. Рошана просто забрали. Без тамбы даже. Да, спокойненько. Ну тамба на всякий случай, если вдруг кто-то подойдет, то дай поставят. Не, к тому, что у E-Home в целом-то все было. Санджи Яш на гирокоптере. Олд Чикин, кстати, может встрять. Есть Виттерд Хёрст. Его цепляют. Вайпер подтянулся. Сразу заплевывает. Поднял в голову вайпера и суицид. Ну да. ТП не сделал. Стянули бы на вакуум. Но вообще я думал, что могут драться. Ну хотя бы попробовать. Шекер с блинком. А что бы и нет. Там гирокоптер в толпу. Кулдаун. Линопроказ. Ну хоть как-то огрызаться. Ну по идее был убит Рошан и было понятно, что тебя могут поймать. Но почему-то подставился. Как-то очень много ошибок E-Home допускают. Об этом вот у нас кто-то там из аналитиков сказал, что они могут поплыть. Когда китайская команда сливает одну катку, то потом начинаются небольшие проблемы. Вот. И судя по всему D-Home как раз таки с этими проблемами и столкнулись. Потому что реально то, что сделал сетевая и отдался в лесу, это ничем не объяснить. Кроме как мисплей. То, что сейчас произошло в миде, это тоже просто тот обычный фит. Но, слава богу, хотя бы засуицидился. Что же неприятно. Вот сейчас можно наказать зомбаря. В позиции находится Old Eleven. Та же Шекер с Линой могут напасть. Не хотят, я думаю, даже трактить свои элитаты. Флая поймали. Флая сразу же забирать. Физурка не сбивает телепорт. Тут еще Тасик убежал. Физурка не сбивает телепорт. Физурку, в общем, не достало то еще одного персонажа. Все нормально. Тасик убежал, да. Вот там хорошая инфа пришла, что Crimson Guard на Дарксиле собирается довольно редко. Но, учитывая то, что в этой игре мы видели, с чего все начиналось, то похоже, что все они собирались так же, что, мол, две мейки парни. Ну и давайте, надо еще раз. Шекер сетивай-то исправляется. А как он исправляется-то жестко? Сейчас он нафармит себе достаточно много голды с этих эншентов. У него 3 800 есть. Ну, желательно, конечно, БКБ купить, как ни крути. И вообще, сетивай является очень серьезной. Ну, не то чтобы контроль, но он очень сильно сводит на нет долгое время своего оппонента. Там очень много иллюзий от Дарксира, от Лансера. А все это дело с Флакенона погибает. С зомбари там, да, которые тоже ничего делать не будут. Ну, Герокоптер очень силен. Ну да, учитывая то, что есть комбинация с Шекером, где... Ой, а Герокоптер-то может отъехать? Может. Нападает на него, БКБ есть, прижимает БКБ, но поздновато. Поздновато прижимает свое БКБ. Шейкер. Ну, если играть так, то он не будет проблемой. Все нормально, шеф. Да, БКБ он, считай, забыстил. Фиссура. Ой-ой-ой, фиссура не попадает по Нотейлу. Эхо-слэм есть, но юзать его совсем не хочется. Ну и в итоге маны не хватает, теперь он просто погибает. Минус 3 на ровном месте. Игра просто сыпется уехом. LG пользуется каждый, каждый просто ошибкой. Допущенный их оппонентами на все 200%. И реализует очень грамотно. Такое ощущение, что от G они такие идут, а давай проверим стаки. Может быть там сетевая фармит, он на лоу КП. И как неожиданно оказалось, но было это именно так. Не понятно, почему никто не сейвил гирокоптера или не помогал ему их забирать, не поставил варды. Так его убили моментально. Нет, потому что у него было 300 хп, когда его убивали. То есть я к этому уведу. И не было вообще никакой защиты. То есть сетевая нагрел в конец, и OG начинает его за это наказывать. Ну вот он Шурикер по трем юнитам прокатывается. Квейту достаточно таки больно, колдом брейсами себя подкилил. Таким хп регеном здесь все равно. Мека на Вайпере, Пайп на Дарксире. При этом еще Зомбарис Интерверный хорошо свою команду начинает защищать. И это легчайший параг для OGs вообще, наверное, своей истории и доты. А Игис по-прежнему на Тейл, и не забываем об этом. Поэтому вот так вот сломя голову нападать на Хоумы не хотят. Уже решили все же отдать линию, раз уж такие пироги. Есть еще возможность как-то попытаться камбэкнуть, как-то отожрать сетевая. Может быть Рапирка сегодня уже показывала себя. Ну, я думаю, это, наверное, единственный вариант. Это купить просто две Рапиры или хотя бы одну, конечно. Есть вариант один раз попробовать реализовать ультимейт Шейкера, ну и прокат Лины. Потому что Лина собрала себе Блудстоун. С Блудстоун тебе нужен только с одной целью. Идти вдраться, накапливать заряды, восстанавливать что-то своим союзникам. И тогда он будет сериализовывать. Также Баунти Хантер. Баунти Хантер сериализует, когда вы по кулдауну сражаетесь со своим врагом и по треками навязываете удачные размены. То есть, грубо говоря, жмете смог. Но тут все инициации вышли со стороны OG. Вот сейчас могут попробовать забрать Миракла, но Миракл уже отъелся. Да, Миракл слишком толстый, а у Лины нет Аганима. То есть пробивать свои ультой он уже не будет. И мы понимаем, что здесь ловить вообще нечего. Тем более с таким подхилом. Да, то есть если брать те же OG, которые добрались до этого, по-моему, до этой стадии, когда вот они сейчас могут войти в топ-3, то у них, когда играли таким пиком, у них все было очень просто. У шейкера Блинк. Окей, жмем смоки и идем убивать противников. Посмотри на резистый Миракл. Я вижу, да, много. То есть тут ни для кого не удивление, но спамом вайперы уже не удивить. Или вариант номер два из БКБ на гирокоптере. Тоже можем потратить смоки и куда-то пойти. Но они что-то никуда не идут. Они стоят, они чего-то ждут. Потому что OG очень сильные. OG очень сильные и страшно против них что-то делать. Да, потери стороны довольно-таки существенные. Решил их усилить. И выход нашли. Есть вот такие нападения. Кака под фоксом. Кака моментально падает. Old Chicken в итоге вообще никого зафоксить не сможет. Ланэму ворваться не дают. Сул Рипом его прикончили. Old Eleven надо бежать отсюда. Chicken ничем практически не попадает. Сетевая скидывается кулдаун. Он попытается отсюда убежать. Но есть буржи. Сетевая, естественно, не отпускает. Лакумом притянули двоих. Old Eleven погибает вместе с Old Chicken. И это... Это Good Game. Это Good Game. Ну вот скоро будет. И вот что сделали OG. Нажали смоки. Нашли своего противника. И за счет того, что они напали первые. О-о-о, три бай бэка. Это не страшно. То есть вы сделали три бай бэком. Здесь все такое толстое, что OG могут сейчас на развороте попробовать наказать. Но ТВРа... ТВРа стоит снизу, ТВРа стоит сверху. Естественно, остальные бараки забрать нельзя. И мы аккуратненько отступаем, продолжая свои нетворцы набирать. Ну вот сейчас. Сейчас они пойдут. Ну попробуйте, ребят, хотя бы. Давайте. Вы можете. У вас это наверняка получится, если вы попробуете навязать свою игру. Шекер вообще ни разу не ультанул за всю игру с таггером. То есть вообще ни разу. Ну да, нет. В такой игре, не знаю, можно было доминатор себе нафармить. Пошел бы там криповку убил. Не знаю. Мидасы бы сделали. Если уж вы совсем не хотите драться. Не знаю. Любые артефакты, которые ускоряют ваш фарм. Но сейчас пока Ехомы пассивничают. И как-то они совсем неуверенно выглядят для себя. Но они есть хорошо. Ну да. А вот же все делают грамотно. Все просто невероятно. Мы двигаемся толпой. И позволяем лансеру кушать линии. Вайпер, вот вышка, удивительно. 31 минута, вышка не упала. Вышка не упала. И Ехомы думает, но сейчас-то мы ее прожмем. А это на линии, где вайпер ощемили всеми возможными способами? Да, да. Но это самое глупое, что можно сделать. Напасть на медовую вышку. Если сейчас перетянется лансер, Ехомы могут здесь погибнуть всей командой. Им нужно как-то в спину напасть. Лансер со скади, у него еще дабл дэмэдж. Да, да, да. Теперь вот этот гирокоптер с флэккэноном, он уже никого не удивит, потому что иллюзии слишком толстые, и их нереально пробивать. Вот они подошли на мид, поняли, что оказывается там люди, и мы не можем их убить. И обратно ушли на свою базу. Да, Ехомы, конечно, демонстрируют невероятное исполнение своей стратегии. И уже даже удивляются, как-то легко мы их выиграем. Ну вот теперь, я им аплодирую. Теперь можно пойти, да, теперь можно пойти. Хоть разок, хоть попробуй. Но это может, да, это может стать последний файт, а может стать файтом, который перевернет эту игру. Надо, надо попробовать реализовать. Так, ну... Видит. Вот оно нападение, но реакция. Какая же реакция от Nutella, браво. Просто шикарнейшая. Теперь бежать, теперь продавать. Продавать вообще всю команду, они даже не думают им помогать. Стенка сверху, вакуум. Прикончили двоих. Гонятся за сетеваем, сетевая убить не удается. Чикина тоже убить не удалось. Ушел с телепорта. Какая же реакция у Nutella? Да, фермиальная реакция. Да, на самом деле его все равно не убили, но у него 2 400 хп. Нет, нет, 3 400 хп лопаются. Здесь ты прыгаешь, ультимейт шейкера, там же прокат. Вайпер был рядом. Нет, вайпер был рядом, но остальные были далеко. То есть вы могли реально стереть лайнсера, это был его шанс, но он у Тейлза божил, мне больше нечего сказать. Он реально, как батя, все на скиле прожал. Да, инстер реакция. Грызут Т3 Tower. Не так быстро, кстати говоря. Замес с Вайпер с Леной. Лена сразу поняла, что все-таки она кастер. Да, иллюзии тупо контроль от Ланема, не дают ему врываться. Очень четко играет. Боже, ну вот эти иллюзии, которые хрен убьешь. Ланем единственный, кто может как-то ворваться и попытаться перевернуть, но нет. А OG не рискует. И Шекер понимает то, что никогда не поздно прожимать смоки, покупает вторые. И вот сейчас нужно попробовать сделать смок веры. Стоит все еще Рошан. Если получится у Шекера туда ворваться, то все еще может получиться. Ну и вот сейчас финальная атака. Все, либо сейчас, либо никогда. Да, Рошан убивает достаточно долго. По идее, под смоками могут даже успеть подбежать. Но здесь слишком много крипов, которых только-только добивают. Ну-ка, ну-ка. Прижимаются смоки. Рошан уже почти упал. Долго думали. Не успевает. Не успевает. И отличная позиция у Мунминдера. Посмотри, как он стоит просто бонусом к этому Рошану. Смотри, как стоит Мунминдер. Мунминдер. Мунминдер понимает. Да, Мунминдер. Посмотри, как он стоял. Он стоял так, чтобы прежде, что ворвались люди. Забрали его. Но Рошана бы они забили. Тогда бы Лайнсер смог бы хорошо размигреть. Миракл оускорили. Мы видим, что никого он не догонит. Ну и осталось добить. Ихоу мы исчерпали свои ресурсы. Теперь нас ждет лобовое столкновение, где даже непонятно, чем пробить вайпера. Ну, 25 тысяч золота, преимущество как бы. Да, у которого 22 армора и почти 2000 хп. Чем пробить фантом Лайнсера? С даггером уже. Да, у которого даггер 2500 хп. Боже мой, какие здесь цифры. Ну, в общем, будем смотреть. Ну-ка. Вот интересные длинные позиции делает для сетевая. В кустике, чтобы он мог отступить. Шейкер влюбляется. Миракл пытается быстро зафоксить. Миракл очень больно. Пытается зацейвить. Прижимает БКБ. Миказмой в итоге. Стенка стяжко. Все очень хорошо. Отступает Алт Чикен. Шейкера уже убили. Алт Чикен приземляется. Сразу же попадает под чудовищный дэмэдж. Погибает. Какая тоже под фокусом. Какая тоже погибает. Минус пять. И это гудгейм. Очень хорошая игра от OG. Даже несмотря на то, что у них были проблемы со станами. И были довольно-таки такие, ну, не самые обычные линии. Лансер в харде. Вайпера которого 20 минут прессовали в миде. Они реализовали все смоки. Они защитили свою кэри. И добили. Все ошибки. Вот все ошибки, которые допускали Яхоумы. Были использованы против них на все 100%. Ни одного момента OG не отпустили. Вот ни того гирокоптера загулявшего, который был в лесу у OG. Ни этого же гирокоптера, который в наглой форме лэншентов без вижена, без бордов. Мы догадали все атаки на вайпера, которого просто караулили 20 минут. И просто молодцы.